здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу сделать для вас отзыв отзыв о соковыжималки ну два слова буквально значит есть соковыжималки я имею ввиду электрические соковыжималки двух типов есть соковыжималки шнековые они работают как мясорубка не более медленные там шума большого нету а есть соковыжималки центробежные так сказать работающие на основе сепарации вот одна из таких уже ее называют уже легендарных соковыжималок машинка которая называется журавинка журавинка 303 производит ее белоруссии это соковыжималка одна из самых простых уже она давно у нас на нашем рынке уже бы есть более современные но она очень хорошо себя зарекомендовала у нее заявленная значит мощность у нее 160 ватт мощность самого привода он здесь после этого видео я расскажу ну как она устроена разберем соберем ее я расскажу о приводе значит у него мощность я назвал производительность как заявляет завод у нее 0 7 литра в минуту лучше всего на ней работать с твердыми с корнеплодами морковка свекла такими вот вещами например вот с клубникой пожалуй тут не получится ничего сделать но и тогда в принципе зачем с клубникой выжимать сок сегодня я вам буду покажу как она работает с морковкой и хочу попутно также рассказать значит что вот сейчас как раз вот у нас сейчас заканчивается зима у нас не хватает витаминов и поэтому есть такой хороший способ их как-то восполнить добавив в рацион соки морковные соки но имейте ввиду сильно этим увлекаться нельзя значит для взрослого мужчины дозировка морковного сока или лучше сделать какой-то например морково-яблочный миксу тут у меня есть яблоки тоже вот в этой вот тарелке все уже подготовлено лучше сделать где-то один стакан то есть не более одного стакана и такой напиток хорошо употреблять через день это будет достаточно значит я вам напомню что вот этим красным пигментом морковь обязана бета-каротину вы когда будете выбирать морковь на базаре выбирайте самую красную чтобы этого бета-каротина было очень много тем кто помнит химию наверное среди вас тоже есть такие люди я напомню чтобы это каротин это провитамин а если быть более точнее то это огромная молекула имеющая 11 двойных связей и в нашем организме под воздействием некоторого фермента эта молекула режется пополам и образуется витамин а который нас нам позволяет видеть ночью у нас нету так называемой куриной слепоты и так давай же давайте же будем работать значит еще раз напомню что вот это вот сюда пойдет джон а сюда пойдет сок значит мы включаем машинку эту соковыжималку кнопка находится сзади все вы слышите звук электропривода и теперь пожалуйста очень вас прошу работа с этим устройством требует серьезного обращения то есть ни в коем случае нельзя заниматься сразу двумя делами это механическое устройство это устройство может травмировать человека не допускайте ни в коем случае к нему детей и относитесь ко всему очень серьезно значит вот это вот лоток для загрузки сверху а сюда будет заливаться сок значит вставим морковку все и пошел сок она немножко шумная но вы к этому привыкнете это потому что мы перерабатываем морковь с другими овощами она конечно будет потихше работать как видите выход сока достаточно хорошим сейчас нам надо скинуть мы скинули мы скинули жон так называемый потому что я дальше буду рассказывать когда появляется жон на сети у нее появляется небольшая вибрация вот это я сделал уже сок получили видите то есть выход сока достаточно приличный и так же у нас есть жон вот весь жон который получился тут вот жон этот абсолютно сухой то есть отжимает она весьма прилично этот жон вы можете добавлять в супы в какие-то в котлеты не выбрасываете в это тоже хорошая вещь сейчас я ее открою и покажу вам там все на месте где он находится это джон такая картина вас будет ждать примерно после того как и вы поработаете соковыжималкой вот эта крышка вот эти лопатки они вам помогают удалять жжем но они еще не притерлись а вот это вот сито центробежная сито я уже там дальше буду рассказывать значит овощи попадают сюда на вот эти ножи они и стираются и центробежная сила отбрасывает их на стенки и на стенках происходит собственно говоря сепарация отжим отжим сока но и потом этой лопаткой которые вам показывал этот жон выбрасывается через специальный контейнер вот мы сделали сок еще друзья мои хочу вам сказать что вы сильно соком не увлекайтесь еще раз повторю то что я уже сказал где-то по стакану через день можно делать сок потому что витамин а нам безусловно нужен чтобы у нас не было куриной слепоты он нужен также и для ткани но вы должны знать что избыток витамина а также вреден поэтому в этом вопросе должна быть золотая середина кстати вот избытка витамина а может начаться выпадение волос хорошо чтобы это знали но теперь давайте рассмотрим как она устроена как она собирается разбирается я все вам постараюсь сейчас популярно спокойно объяснить значит вот так уже поняли она выглядит собранном виде значит вот даются емкости такие две штуки вот эта емкость для сока накопления а вот эта емкость для сбора отжима емкость для сбора отжима ставится с этой стороны емкость для сока ставится сверху здесь находится лоток его можно легко снять и также находится толкатель вот он откладываем сторону значит вот идут такие вот зажимы я их не застегивал один здесь другой сзади мы их отводим в сторону и аккуратненько снимаем крышку все сняли крышку теперь смотрите вот что мы видим под крышкой вот этот рычажок вот он спокойненько ходит назад возвращаются пружины этот рычажок служит для сбрасывания отжима с сито с центробежного сито то есть вы его отводите назад он аккуратненько меняет положение и сито при этом продолжает крутиться он сбрасывает это тоже процесс этот советуют производить где-то не более двух секунд то есть как вы только почувствуете что он коснулся сито вы это почувствуете обязательно сразу же прекращайте он вернется обратное положение но к сожалению видите она пигментом морковным пигментом наверное каротин она покрасила пласт пластик но к этому надо быть готовым с этим как бы ничего сделать нельзя это мне кажется это нормальное явление то два типа есть соковыжималок механических электрических этот тип соковыжималки центробежной то есть как она работает вот здесь я сейчас его сниму или вот так вот я приподниму немножко камеру значит смотрите вот это основной рабочий орган нож когда подготовленные вами фрукты или овощи попадают на этот нож он их просто стирает затем центробежная сила их отбрасывает на вот эту стенку вот на стенку этого сито и за счет этого центробежного свойства выжимается сок сюда выбрасывается жем вот этот контейнер а в этот контейнер еще раз повторю попадает сок есть соковыжималки шинковкой тоже этой же фирмы но я взял вот эту потому что я у меня есть один очень умный человек он сам ученый врач и он мне посоветовал он говорит у меня чего только не было говорит разные были разных европейских производителей говорит вот самая надежная на его взгляд именно это значит как этот нож снимается что он покажу с горя какой-то нож вот в центре здесь есть такой фиксатор вы вращаете его против часовой стрелки все с ним кстати еще один такой идет в комплекте снимаете его и аккуратненько снимаете сито так занимается сито вместе с ножом вот он сито само алюминиевая вот видите через эти отверстия происходит отжим сока а нож стальной толщина стали здесь но наверное миллиметра 2 вот слышите какой звук то есть они какая-то там жестянка несчастная а это такой конкретный стальной нож вот из собственно говоря вот это вот вот эти шероховатости острые такие они и измельчают механические овощ для того чтобы он потом был отброшен центробежной силой на стенке далее снимаем вот эту основу вот она видите то есть все сделано очень просто конструкторы хорошо потрудились и все также легко моется то есть вы прекрасно разбираете все можете помыть ну и у нас остался собственно собственно грязь сам мотоблок здесь находится асинхронный двигатель мощностью если не ошибаюсь 160 ватт высокооборотистый двигатель который весь этот процесс и запускает теперь давайте мы соберем чтобы на всякий случай что вы помнили как ее собирать и так сначала значит на этот мотоблок ставите вот это основание вот она все заходит свои пазы все чтобы не было никакого люфта дальше ставите сито вот это центробежная видите вот здесь вот есть такой профиль вас у вас тот профиль должен совпасть с центром ну неправильно вы в принципе не соберете все он сел ровненько затем ставите нож нож еще раз напоминаю кто может быть невнимательный вот эта шероховатость у вас должна быть сверху ни в коем случае не поставьте его так вот это неправильное положение ножа он шероховатостью должен быть наверху вот вот таким вот образом также сам оставите сюда все он упал сел на свое посадочное место затем фиксатором винчиваете фиксатор по часовой стрелке все зафиксировали сильно не тяну так немножко все следующим этапом ставите крышку так же самым без напряжения без насилия все поставили крышечку она стала плотно затем берете вот эти вот зажимы спокойненько накладываете вы видите тоже без напряжения и второй зажим с той стороны и когда они уже восстали в пазы нормально вы просто их немножко прижимаете таким образом вы собираете всю эту машину ставите платочек вот он ставите сюда его все лоток на месте стоит и ставите полкать значит когда она у вас работает когда образовался жом то есть пошел сок образовался жом в эту педальку немножко назад раз но смотрите вначале у вас по вам покажется что она ну немножко не так работает как должна это нормальное явление потому что эта педалька вот пластик он ситом должен притереться более чем на секунду на две секунды держать нельзя то есть нельзя вот так вот нажать и держать чтобы накрутилась вы можете испортить но постепенно она у вас как бы эти все детали притрутся то есть пластик ситом притрется она будет работать идеально вот еще один момент когда у вас вот вы допустим начали делать сок когда этот процесс пошел то если у вас образовал на центре хуй на вот этой вот сеточки центрифужной если у вас образовался жом то у вас может появиться вибрация и она может может начать вибрировать и даже двигаться по столу поэтому следите за этим обязательно иначе избавляетесь от жома то есть жом надо сбрасывать он как бы когда начинает когда он появляется на стенках то происходит такое свойство как бы свойство эксцентрика у вас немножко начинается разбалансировка и ее начинают вот так вот по столу счет ее начинает появляется вибрации начинают даже может она может даже поехать у вас немного но там есть резиновые ножки так что она на столу на столе стоит хорошо плотненько но присосок нету вот что я хотел бы сказать часа переверну сейчас я опять разберу и переверну сам мотоблок показать вам как он выглядит сейчас его включу вот так он работает и я ее переверну чтобы вам показать как она все снизу устроена значит производитель естественно понимает что люди работают соком жидкостью и производитель конечно инженеры позаботились о том чтобы это устройство было безопасным максимально безопасным и у них я вам скажу что у них это получилось потому что соковыжималка она полностью идет пластмассовой нету никаких металлических частей но эти части они ни с чем не соединяются вот здесь есть такой шарнирчик металлический тут 2 поэтому вы можете быть уверены что током вы поражены не будете сам кабель которым она подключается очень качественный здесь летая вилка контакты широкие с такой вот видно значит толстой изоляции надежной поэтому даже если на него попадет сок жидкость какая-то я думаю что ничего страшного не будет одним словом они сделали так чтобы это устройство подвергалась или еще было рассчитано на частую эксплуатацию в условиях там загородного дома у кого сады есть то есть даже вот говорят что можно перегонять сок на ней там не знаю по 10 литров и больше делать она как бы это все выдерживает вот единственный недостаток который я нашел на этом аппарате это что лично мне не нравится это мне не нравится то что нет неудобно расположена эта кнопка вот кнопка включения выключения вот она маленькая такая и он ее бы надо конечно было бы сделать где-то вот сбоку и покрупнее потому что все таки устройство оборотистое что можно было знаете ударить рукой и она могла быть отключена а так она маленькая я признаюсь даже и еще иногда ищу эту кнопку вот только этот момент все остальное друзья мои очень хорошо продумано как говорится знаете приятно что белорусы выпускают такие вот соковыжималки как говорится знаете извините немножко политики не разбазарили предприятия сохранили все в руках государства и могут выпускать нормальную продукцию извините конечно хочется быть аполитичным но не получается так что друзья если у вас будут вопросы по этому устройству это как я уже он сказал соковыжималка выжималка журавин журавинка пожалуйста пишите я вам только скажу что таких есть несколько есть они шинковкой есть они более новые модели но это вот именно вот эта модель это одна из первых модель моделей и и главное что она проверена она проверена в работе и она хорошо себя зарекомендовала на этом я заканчиваю все вам доброго если у вас будут вопросы пожалуйста пишите буду рад вам помочь до свидания